День Республики Водовода Верхний Яшкуль Элиста Объект должен быть готов в конце мая следующего года В этом году в Элисте будет установлено 14 новых детских игровых и спортивных площадок И калмыцкие медики провели уникальную операцию Врачи Республиканской больницы удалили опухоль головного мозга Подписан контракт на строительство третьей нитки водовода Верхний Яшкуль Элиста Протяженность водовода составит 18 километров Будут уложены новые трубы из современного материала устойчивого для коррозии А значит новый объект будет служить намного дольше старого Его хватит не на одно поколение листинцев Кроме того уже начаты работы на другом объекте водоводе номер один От резервуара чистой воды в северо-западный район города Эти работы будут завершены в апреле следующего года Что же касается третьей нитки водовода с Верхний Яшкульского месторождения То она должна быть готова не позднее 31 мая 2025 года Руководитель республики Бату Хасиков поручил временно исполняющему полномочия Главы администрации листы Алдару Лиджикову в ежедневном режиме контролировать ход и качество работы Мы обязаны выполнить свои обязательства качественно и в срок А главное оправдать доверие жителей листы И обеспечить беспребойное снабжение растущего города качественной водой Подчеркнул Хасиков Как заверил представитель подрядной организации Работники зайдут на объект 12 августа Укладка трубопровода начнется уже в сентябре С начала года 275 семей Калмыкии воспользовались господдержкой на основании социального контракта На финансирование расходов по ним направлено свыше 57 миллионов рублей По состоянию на 1 августа Центрами социальной защиты населения республики Заключено 67 социальных контрактов на трудоустройство На организацию ИП-120, ЛПХ-53, на иные мероприятия 35 Сообщает Пресс-служба правительства республики Социальный контракт – это соглашение, которое заключено с малоимущей семьей Среднедушевый доход которой ниже величины прожиточного минимума, установленного в Калмыкии Отмечу, по условиям социального контракта можно получить до 350 тысяч рублей на организацию собственного дела До 200 тысяч рублей на организацию личного подсобного хозяйства До 64 тысяч на трудоустройство До 97 тысяч на преодоление трудной жизненной ситуации В 2024 году на территории Листы будет установлено 14 новых детских игровых и спортивных площадок Сообщили в администрации столичного муниципалитета Это стало возможным благодаря государственной программе управления государственными финансами республики Калмыкия Уже начаты подготовительные работы на объектах благоустройства по всему городу Это детские игровые площадки на улицах Горького, 8 марта, 2 улицы и переулки Алтайский в южном районе Листы А также в 1, 2, 4, 6, 7, 8 микрорайонах и жилой группе Элеватор А спортивные площадки появятся на улице Чкалова и территориях средних школ номер 12 и 15 Подрядные организации в настоящее время ведут работы по устройству бетонного и резинового покрытия с окрашенной крошкой Также заключены контракты на поставку детского и спортивного уличного оборудования Калмыцкие врачи удалили опухоль головного мозга В течение двух часов нейрохирурги боролись за жизнь пациента Опухоль была размером с яблока и глубоко проросла В связи с ее расположением и сложным доступом сохранялся риск задеть функционально значимые зоны Что грозило бы потерей памяти и всеми вытекающими последствиями Но медикам удалось сделать невозможное Врачи рассказали, что пациент уже пришел в сознание, разговаривает и продолжает лечение в нейрохирургическом отделении Республиканской больницы имени Жемчуева Пациент поступил с признаками инсульта подозрения Он был загружен в глубоком оглушении к сопору У него был гемипорез с левосторонней То есть левая рука и нога не двигались И в процессе еще оказалось, что он и ослеп То есть он уже потихонечку слеп, а зрение падало Привезли его на скорую помощь в приемное отделение Выполнен МУКТ головного мозга, впоследствии МРТ головного мозга с контрастом И вывели эту опухоль головного мозга Операция сложная, ну это опухоль основания черепа Менгемы Она сама по себе расположение сложное Она изначально подразумевает, что будет сложный ход операции Доступ тяжелый и размеры гигантские огромные Поэтому сложности присутствуют технического плана Но справились, слава богу, все сделали с бригадой Выездной прием врачей прошел в Лаганском районе В селе Джилыково провели прием узкопрофильные специалисты Такие выездные приемы врачей по республике проходят по инициативе штаба общественной поддержки и Министерства здравоохранения Калмыкии Помимо местных, к врачам обратились и жители других населенных пунктов Всего более 80 человек получили консультации от терапевта, хирурга, травматолога, невролога, отоларинголога и гинеколога На месте приема врачей также работал передвижной маммограф и флюорограф После завершения планового приема в сельском ФАПе бригада врачей посетила больных на дому Они провели медицинские осмотры и оказали необходимую помощь Также десант врачей работал и в райцентре, где провел прием 100 лаганцев Следующий населенный пункт, который посетят специалисты, станет поселок Комсомольский Здесь врачи проведут прием уже завтра Глава Малагербетовского района Батраджикиев совместно с представителями подрядной организации строительного контроля осмотрел ход дорожных работ по улицам Городовикова и Приозерной в селе Малагербеты Дорожники работают активно на всем протяжении участка реконструкции Специалисты уже произвели уплотнение дорожного полотна Приступили к устройству чемпионочного основания дороги Также Джекиев встретился с местными жителями села Плодовитое В ходе разговора глава района обсудил вопросы ремонта дорог и мостов благоустройства, уличного освещения, пассажирских перевозок, строительства сельского клуба, ремонта образовательных учреждений и другие Как сообщает администрация Малагербетовского РМО, такие встречи продолжатся Уже на этой неделе Джекиев ответит на интересующие вопросы, волнующие жителей поселков Зурган и Ханата Шачинлам Макалмыки Гишет Энзинчойдаг принял участие в культурно-религиозном празднике в Монголии Даншик Хурэцам 2024 В течение двух дней на окраине столицы Улан-Батора работали площадки фестиваля Одним из ярких моментов стало мистерие отца В течение двух дней на окраине столицы Улан-Батора работали площадки фестиваля Одним из ярких моментов стало мистерие отца Костюмированное танцевальное действие, в котором каждое движение имеет особое значение и смысл Традиционно в дни проведения этого религиозно-культурного праздника состоялось и почитание божества, очарования, благодетеля монгольского народа, символа единства и силы Многие священнослужители приняли участие в дебатах по религиозным учениям, состоялся и конкурс мастеров по приготовлению балинов Это ритуальное подношение божествам, изготовленные из ячменной муки, топленого масла, сахара и меда Всех гостей порадовали художественными представлениями, заездами в верховных лошадях, соревнованиями по национальной борьбе и стрельбе из лука Выпуски новостей и также другие передачи нашего телеканала смотрите в цифровом вещании канала УТР на 21-й кнопке в IPTV, зеленой точке и Ростелекома на сайте kalmtv.ru, а также на официальных аккаунтах ВК и Телеграм На этом у меня все, всего доброго и до встречи в эфире Субтитры подогнал «Симон»